Здравствуйте, уважаемые подписчики, меня зовут Дмитрий, я вас всех рад приветствовать. Сегодня у нас будет очередная история, которая просто, ну, шокирует. Эта история, она, кстати, вытекает из предыдущего видео. Вы все заинтересовались девушкой. Вчера я, к краям слова где-то, оболвился, что есть подписчица, которая вроде бы сейчас нашла мужчину, да, но предыдущий ее мужчина был весьма интересен. Он ей предлагал некоторые деяния, которые шли вразрез с ее системой ценностей и нормальностей, понимаете? Поэтому присаживайтесь, успокаивайтесь, ребята, начинаем. Друзья, из нашего красного чемодана любви, страсти, секса и желания я бы хотел вам показать две посылки, ребята. Одна у нас уходит в город Химки и не Владимировне. Инна Владимировна из Химок у нас берет не феромоны, а просто номерную парфюмерию у нас. Две недели назад она пришла для девушек. Ароматы, которые есть в наличии, ребята, вы все можете по запросу в WhatsApp и в Телеграме получить. Там около, по-моему, 42 ароматов, да. А следующая вот у нас посылочка идет в Иркутск к Марату Измаиловичу. Марат Измаилович берет у нас первый раз. Он почитал отзывы в Телеграм-канале. Он говорит, Дим, ну, вчера вообще-то так шикарно все описал, да, и я решил, почему нет, почему нет. Я тоже хочу как бы женщину, я тоже хочу быть, ну, в тренде, так скажем, в тренде. У меня, говорит, уже секса не было около 7 месяцев. Мужчина 65-го года рождения, да. Так что я думаю, что у всех все будет, ребята. По вере вашей да будет вам. Но знаете, что хочу сказать? Что нужно? Нужно принимать попытки какие-то, посещать, возможно, бары, клубы. То есть выходить в люди, простыми словами, да. У нас даже есть подписчик, который специально устроился на работу в женский коллектив, и у него уже 4 вот женщины было буквально за полгода. За полгода 4 женщины. Представляете, какую уверенность, вы представляете, какую магическую силу дают наши духи? Это же просто шикарно. Он говорит, последняя женщина, Дим, вообще была. Ну, он как действует? Он говорит, я просто зову сначала в кино, потом вторая ходочка у меня в ресторанчик, в кафешечку, а третья ходочка ко мне на хату и прям на куканчик. Они прыгают просто как гимнастки, говорит. Чуть-чуть подпитая, говорит, нормальная, раскрепощенная. Там у одной даже, ну, он говорит, Грек взял на душу, да, муж вахтовик, уехал. Она говорит, ну, а чего я, говорит, буду? Ну, два месяца вон там, два месяца тут, что я, говорит, зашью себе, что ли, звезду свою, да. Ну, нет, конечно. И он говорит, вот пришлось, как бы, ну, пришлось, говорит. Она просто, можно сказать, просила, говорит. Уже от траха и меня, говорит, нормально, наконец-то. Вот как-то так. Он говорит, даже не знаю, хорошо это или плохо, ну, напишите, ребята, да. С одной стороны, конечно, это, как бы, грех, да. С другой стороны, ну, если просят, почему нет? Ну, ладно, ребята, хватит уже об этом, хватит, да. Напишите в комментариях, что вы думаете. Итак, у нас хорошая, конкретная такая история. Наша подписчица, да, она говорит, ну, смотри, Дима, у меня как жизнь начиналась. Школа, все, колледж торгово-экономический какой-то, да. И, говорит, дискотека. Дискотека, под питой ставим, говорит. Тогда еще там вот этот вертолет, отвертка, все. И паренек, говорит, ну, я что-то раз с ним как-то, это, в компашке в общей заговорила два. Потом получилось так, что мы, говорит, переспали с ним, я его как-то пригласила к себе, он так проявлял инициативу прям. Ну, он, говорит, совсем мало лет было, даже страшно говорить, да. Он прям сразу, у меня свитер тогда широкий такой был, да, такой балахон модный, она такая, он прям туда руки засовывает. Вот, я без лифчика, говорит. Я сразу, говорит, возбудилась как-то, мне это немножко, ну, в принципе-то и понравилось. И все, и все. И, говорит, он, можно сказать, меня ломает целку тогда. И вот получается так. Мы с ним, говорит, в итоге занимались регулярно любовью. И после какого-то промежутка я узнаю, что беременна. Я ему это заявляю, говорю, так и так. Он говорит, слушай, ну, у меня отец, говорит, там, профессор. Говорит, давай это не портит, чтобы там, как бы, ну, в общем-то, не то, чтобы я тебя там прям люблю, тогда я, говорит, тебе сделаю предложение. А она, говорит, да я, собственно говоря, мне не так уж и надо, может, это предложение. Что, типа, с ребенком делать? Он говорит, все, будем жениться, как бы, все нормально. Короче, там, играем свадьбу. Я вообще там, мне там даже 20, говорит, лет не было. Я вообще не понимаю, типа, что к чему, а-ля куда, зачем, почему. И, можно сказать, это он делает мне предложение, мы играем свадьбу. В общем-то, я и не ждала там прям каких-то супер, там, движений, телодвижений. Я просто не понимала, что делать, да. Ну, мои родители там вроде ничего, там парень из хорошей семьи. Короче, покупают нам квартиру, однокомнатную, да. Ну, типа, и мои ее, ну, обе стороны, да, скинули с родителей. Мы, говорит, живем, ну, я, говорит, прямо вот на 3-4 месяц от всей вот этой вот, как бы, лабуды просто начинаю помирать, потому что там ребенок, потому что, то есть, все, короче, я, говорит, два года продержалась. Вижу, и он держится, и я, говорит, к родителям просто вещи собираю. Говорю, все, братан, без обид, туда-сюда, там, ребенку помогаю, как бы это. Ну, можно сказать, там мама взяла, так скажем, у меня отпуск, там, типа, по собственному. Потом вообще, можно сказать, уволилась, да, огромное ей спасибо. Я, говорит, просто пошла работать, потому что понимала, что это дичь какая-то. Вообще, ожидания разошлись у девушки с реальностью, потому что вот эта семейная жизнь, вот эта всякая тюрьма, это очень, ребята, сложно, это очень серьезно, особенно, конечно, в 20 лет. Вот ни морально, ни ментально, ни физически человек к этому не готов, хотя раньше рожали рано, да, но она, честно, говорит, я, как бы, не хотела всего этого и этого человека, и, в общем, мне стало скучно. Вот, ну, вот, вот, как-то, говорится, идут годы, я работаю туда-сюда. Ну, здесь, в принципе, появляется молодой человек, я, как-то так, он проявлял внимание, начал ухаживать, в какой-то промежуток времени даже чувства возникли. Потом я, говорит, вообще по уши влюбилась, я, говорит, там, могла там зависать с ним просто часами, там, просто смотреть, как он хороший, высокий, голубоглазый блондин с накачанными грудями, плечами, бицухами, да. Хороший такой яркий секс, не то, что там, типа, как в юношестве повозили, там, просто, говорит, вообще, как после бани, как после парилки, хоть просто не выжимай, такой суперзверский секс. Говорит, у 99% женщин вообще такого никогда не было, говорит, там так что-то там в три минуточки уложились, как говорится, и курить пошли, просто дичь полнейшая, да. Ну, короче, подписчица ощутила все прелести жизни, да, с настоящим таким, ну, альфачом, да, вот. Но в какой-то промежуток времени он говорит, я хочу идти дальше, он стал изучать шибари. Шибари – это когда женщину связывают как бы полностью, да, фиксируют, там, на крюк какой-нибудь тебя подвешивают. И, нет, не бьют, ничего не путать с БДСМ, да, ну, кто там, может, увлекался, когда это японское искусство, когда-то связывание, да, и, как бы, человек просто стоит, кайфует от изделия, да. Ну, я как-то, говорит, по приколу начала, типа, тоже прикалываться, потом получается, что он вообще студию открывает, да, и начал туда разных девок таскать. Я ему, типа, раз, это два, типа, я ревную, что это за херня? Он такой, а, ладно, типа, забей, ничего, все нормально, да. Потом в какой-то промежуток он вопрос вообще ребром ставит, да, ну, я вчера, по-моему, это упоминал, что я, как бы, хочу анал, я хочу заниматься вот анальным сексом нетрадиционным, таким, нестандартным с тобой. Она нет, типа, я, типа, ну, за всю жизнь, типа, ни одному, как бы, туда не давала. Он, ну, как бы, плохо, вот я временно раздумел, ну, там, две недели. Ну, я, говорит, подумала, подумала, почитала литературу, типа, все, девочки, всех отговариваю, там, не надо, как бы, это все такое черное дело, такое заднепроходное черное дело. Ну, и, в общем, она, как бы, не решается. Что вы думаете, он, все, как бы, давай, как бы, гуляй, мне это неинтересно. Я, говорит, вообще в шоке, я не понимаю, что такое. Ну, я подумал, что, ладно, хорошо, нет, так нет, да. Да, возможно, он подумал, что через какой-то промежуток там можно мне набрать, да, спросить, как дела, там, может быть, я соглашусь. В принципе, я только допускаю, ему со мной тоже было неплохо, но нет. Он дальше в итоге развивается по этой теме, он стал фотографом, потом и смотрел видеографом. Я уверен, говорит, у него, возможно, и каналы где-нибудь есть на каких-нибудь там барнахабах, там. Возможно, он за это бабло получает, потому что он так от литичного телосложения, да, с большой булавой, с такой, как говорится, да, не просто там, как у школьника что-то там, корнюшончик, нет, говорит, там все нормально, там все серьезно, да. И, в общем-то, деваха, как бы, с одной стороны горюется, с другой стороны не особо-то горюет. И совершенно недавно она говорит, знаете, вот если из жизни что-то уходит, что-то другое приходит, да. Совершенно недавно, я сейчас, я как понимаю, по-моему, 30 лет или по 30, я не помню уже точно, ну, говорит, случайно стою на остановке, да, стою на остановке, смотрю такая, ну, понимаю, что, типа, что-то как-то грустно, с работы еду, что-то автобусов нет, вот. Ну, уже было дело, собиралась, типа, вызывать, как бы, Яндекс.Такси, достаю, а там, типа, батарейка сейчас прям так-так-так, и все, и сел. Ну, встала такая, блин, думаю, нагибаюсь, там что-то шнурок развязался, ну, тут так, Егор подчищает. Девушка, вас можешь подвезти? Ну, там мужик такой, видно, что постарше как-то. Я такая, да ну, не знаю, типа, ну, может, подвезите, типа, вот, сажусь, ну, такая красивая, типа, на остановке, ну, это типичный такой подкат, я такая, ага, типа, спасибо. Ну, там разговорились, в итоге, как бы, типа, там, вдовец, туда-сюда, там, я такая думаю, а что, в принципе, вдовец, а где живешь, да, там, говорит, коттеджный поселок, двухэтажный, как бы, коттедж. Ну, у меня сын есть, ну, сын взрослый, там, сыну, там, вообще, вообще, там уже поступать, по-моему, туда-сюда. Он говорит, ну, я там бизнесом занимаюсь, а что, да строительство малоэтажное, малоэтажкой занимается нормально, ягуарчик. Он говорит, у меня снегоход дома, там, это, так, говорит, как-нибудь, это, прокатимся. Ну, номер можно, да, можно. Ну, домой прихожу, сел, чай с печеньками, маме такая, мам, ну, там, мужик, вот, меня сейчас привез на ягуаре. Мама такая, нихрена щели, типа, а что ты тут, типа, тут сидишь, тебе уже по 30, сейчас будешь, как, вон, куча баб, которые никому не нужны, второсортная хрень, которые вовремя не подсуетились и не нашли себе нормального мужчину. Они сейчас сидят дома в подушку, плачут, плачут и стареют, стареют и плачут и понимают, что не ликвид, никому не нужен. Я такая, типа, думаю, нихрена себе, вот это да, типа, а может, она и права, чик-чик-чик, ему быстренько там, а давай увидимся там, ну, давай увидимся. Если есть интерес какой-то, я подумал, подписчица правильно рассуждает, значит, может быть, с человеком можно как-то проработать все это. А ведь ягуар есть, коттедж есть, снегоход есть, бизнес есть, так его сейчас кто-нибудь заберет, я быстро давай светиться. Короче, говорит, уже на третье свидание, я ему прям чуть-то не сама говорю, пойдем в гостиницу там, и в гостиницу там штаны снимаю, там, короче, он там, о, боже, как все круто, нихрена себе, за последние 20 лет я не испытывал ничего лучшего. Ну, конечно же, потому что 150 раз, я уверен, шлюк снимал. Просто она говорит, все, гештальт закрыла, мужик прям размяк, все нормально. В итоге, что вы думаете, она говорит, буквально за полтора года я его полностью обработала, он мне предложение сделал, сыграли свадьбу, я, говорит, отмечали. По-моему, он ее на Гранд Каньон или куда-то свозил, короче, в очень крутое место, там все, фотки у них туда-сюда. Она сказала ему, слушай, ну, надо что-то с работы мне порешать, он говорит, сколько, как ты думаешь, чем ты хочешь заниматься, она, ну, я бы вот открыл бы свой какой-то бизнес, да. Мне, говорит, прям вот денюха он мне на, типа, короче, а что это, договор, на что, на аренду торговой площади. Я, говорит, тебе уже заказал островок, все там, говорит, все архитектурные вот эти решения компания делает, очень красивый такой, я один в городе будет, будешь заниматься. Она сказала, не называй, чем именно, какой товарный, товарная группа у меня. То есть, она говорит, я сама сижу, все, он мне все открыл, все за меня порешал, договорился с поставщиками, короче. Она в своем городе, у нее островок. И совсем недавно Киев Риу ей купил, потому что, говорит, давай, ты должна, у тебя, в принципе, там, ребенок, тебе надо, то, сё, я не всегда могу. Вот. И купил, как бы, тачку. Живут сейчас, она говорит, я, в принципе, успокоилась, поняла, что для жизни девочки будете смотреть, все на самом деле проще. Не надо там вот пыжиться, что-то там, стелиться, должно вот просто вот как бы повести, отталкивать вот этих всяких дурачков от себя, говорит, всяких разных, да. Просто, говорит, ну, понятно, там, там, в 20 лет, одно интересно, в 25-то можно там и позавязываться, ну, к 30-ти, когда мужчина должен нормально зарабатывать, а нормально, она говорит, это 500+, ну, 500+, хотя ее мужик, я как понимаю, поболее зарабатывает. На 500+, никаких, нахер, коттеджей нету, да, ягуаров, снегаходов и прочего, я думаю, там, миллион плюс в месяц, 100%, особенно малоэтажка, ну, напишите, кто строительством занимается, как вы думаете, да, в миллионнике, они живут в миллионнике, если малоэтажка кто занимается, может, плюс-минус знает, сколько это все приносит. Я знаю, я скажу так, что вот 250+, в месяц стабильно, это ничего особого, ничего особого, ребят, если семья сейчас есть, это вообще ничего особого, это так вот просто поддержание базового уровня жизни, там, при условии, что у тебя там, ну, там, две квартиры, там, две машины, как бы вот 250+, это не так много. Ну, мне будет интересно, ребят, что вы напишите, она говорит, все, поэтому, девочки, не теряйте надежду, ищите, да, про, я говорю, ну, как вот, что ты думаешь про мужчин, как бы вот, который, ну, типа, она говорит, ну, типа, кто, ну, который зарабатывает там, она говорит, щеброды в топку, в топку нищебродов, не хочу, не хочу. То есть, есть нормальные мужчины, они должны быть с нормальными женщинами, она очень категоричная, она говорит, все, не хочу вот этих нищебродов, которые там, давай счет поделим, говорит, у меня разные были, она только за вот таких вот серьезных мужчин. Ну, я вот тоже про себя сижу, думаю, ну, на всех серьезных, конечно, не хватит, и вообще, я думаю, что по жизни надо, конечно, рука об руку вместе идти к чему-то. Прикольно, конечно, когда там, ну, бля, ну, у него жена была, жена умерла, может быть, все его заслуги, этого мужика, это та жена, ее энергия, которая была у него, да, до этого. Я все равно верю, что союз двух людей, они, он как-то толкает вперед и дела, и бизнес, и все вот в совокупности. Ну, то, что девчонке как бы повезло, базара нет, да, ну, я не завидую, это очень здорово, спасибо за историю, дай бог вам любви, радости, ласки, да, идти вперед также рука об руку. Я также верю в судьбу, что у каждого человека, возможно, и даже если ты девушка, которая сейчас сидит там, никому не нужна какая-нибудь 35-летняя, 40-летняя, да, ну, не надо злиться, надо понять, а в чем твоя ошибка, да, тем более я верю, что мы не один раз живем, что у нас есть воплощение определенное, да. Если что-то в этой жизни не поняла, да, не проработала, в следующий исправишь, в следующий исправишь, потому что, конечно, ну, понятно, что там уже после 30 сейчас сложно мужика найти, очень сложно, мужику-то еще всех можно найти, а женщине, нет, это уже пипец, это уже пипец, но можно, я же, я же просто в брачном агентстве, ребята, работал в Москве, прям в самом центре, если кто-нибудь до канала не так давно сможет, ко мне это, я очень, кстати, на хорошем счету был, ко мне человек прям садится, я обрабатываю запрос, что он хочет, да, мы с ним общаемся, я очень слушать умею, хорошо, долго, да, прям на профессиональном уровне, я прям втянулся за два месяца, я потом уже обслуживал людей, у которых там портфель совокупный, ну, там, не могу все рассказывать, да, то есть люди, у которых там, ну, доходы по 100 миллионов, например, да, такие вот были, у них просто вот размещение, они просто агентство платили в месяц практически 700 тысяч рублей, представляете, в месяц 700 агентству, чтобы найти спутника, то есть им вообще пофиг на деньги, пофиг, они просто все до мельчайших подробностей описывали, какого партнера хотят, и они годами там были, годами в этом агентстве платили бабки, но им похеру на эти бабки, потому что у них бабок жопой жуй, и так они не находили никого, потому что они совершали, на мой взгляд, самую главную ошибку в этой жизни, да, они не хотели принять ту реальность, которая есть, и где-то, где-то свое эго немножко утихомирить, понимаете, сказать там, ладно, пусть он там будет просто обычный человек, нет, им всем надо было каких-то не менее там тем глав муниципалитетов, всяких разных там представителей особых структур там все хотели, да, бизнесмены, естественно, особенно у которых капитал за границей, то есть такие запросы, ну, они и сами люди непростые, конечно, ну, я считаю, что надо где-то иногда и попроще быть, работать, реагировать, особенно, когда тебе уже лет там ого-го, а лет там было всем ого-го, поэтому, ребята, вот такая вот история, напишите, что думаете, давайте любые свои мысли пишите по ним, я буду завтра формировать выпуск уже хорошей длины, все, друзья, заказываем феромоны, да, также, кто хочет зарабатывать от 100 тысяч и даже больше, у меня есть собственная школа, ребята, кто из вас не знает, мы вышли с супругой несколько лет назад на маркетплейсы, более-менее мы преуспели, нас хоть и колбасило очень сильно, да, сейчас с этими знаниями мы с вами можем поделиться, потому что сейчас идет тренд, сейчас закрываются ниши, они, можно сказать, захлопываются, и каждый из вас может еще, в принципе, залететь, и даже с небольшими вложениями, даже дома на коленках можно уже начать зарабатывать с любого региона, а многие страны СНГ также включены в перечень и тоже можно зарабатывать оттуда, все, ребята, пробуйте в закрепе или где-нибудь там в описании, я оставлю ссылку на сайт, я вас всех люблю, до скорых встреч, всем пока!